Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем, записываем Новый Завет с толкованием Блаженного Феолакта, наше издание, трехтомник. Необычность его в том, что здесь дается полное толкование и на откровение, то есть начиная от Морфея. Ну, чтобы видно было, я покажу специально какое-то издание. И здесь 240 иллюстраций Гюставо Даре, из них 10 классика, вот видно полоски какие. Мы сейчас будем опять насчитывать, это по полчаса, показать, как мы раскрасили, видите, сколько времени ушло. Теперь в интернете берут раскрашенные, я вижу, от нас это все берут. Во славу Божию! Итак, насчитывает Никита Колесников. Пошел. Иван Галитаяна 2, 1, 4. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, Вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жено, еще не пришел час мой. Толкование Блаженного Феофилакта. Зовут Господа на брак не потому, что видели чудеса Его. Не как великого человека, но просто как знакомого. Обозначая сие, Евангелист говорит, была там Матерь Иисуса и братья Его. Как ее и братьев позвали, так и Господа. Господь не отвергает приглашения и приходит, потому что Он смотрел не на собственное достоинство, а на то, что полезно и благотворно для нас. Тот, кто не счел низким быть между рабами, тем более не мог счесть низким пойти на брак. Матерь убеждает Его совершить чудо, потому что из событий, зачатия рождения, она получила высокое понятие о силе Его. Ибо она все сохраняла в сердце своем. Лука 2, 19, 51. И отсюда заключала, что Сын ее имеет силу выше человека. Но Богоматерь не имела повода просить Иисуса о совершении чуда в том, будто Он совершал и другие чудеса. Ибо, будучи отроком, Он не совершил ни одного чуда, иначе Он был бы известен всем. Вместе с Сим, Матерь помнила и отзывы Иоанна, каких Он свидетельствовал о нем. Видела уже, что и ученики следуют за Ним. Из всего этого догадывалась о силе Сына, но Он делает ее упрек, не без основания. Если говорит, нет вина, то и нужно было прийти и просить тем самим, который не имеет Его, а не Тебе, Матери. Ибо когда Свои просят совершить чудо, то зрители Его соблазняются. А когда просят сами нуждающиеся, тогда дело бывает свободно от подозрения. Еще не пришел час Мой, то есть не наступило приличное время. Он не до конца и не во всем противодействует Матери. Но упрекнул немного, и опять исполняет ее просьбу, воздавая ей честь и нам подавая образец уважения к родителям. Иоанна 2, 5, 8 Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по дверь или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха, и говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира, и понесли. Толкование. Мать говорит служителям, что скажет Он вам, то сделайте, с тем, чтобы просьба была усилена через приступ и прошение их самих, чтобы явно было, что отказ был не от бессилия, но с целью отвратить мнение, будто прибегает к чудотворениям и самохвальства, и пустой напыщенности. Каменные водоносцы употреблялись для очищения иудеев, ибо иудеи почти каждый день обмывались, и потом уже принимались за пищу. Прикасались ли они к прокаженному, к мертвецу, сообщались ли с женщиной, они обмывались, как уже нечистые. И как Палестина была безводна, и нельзя было находить много источников, то они всегда наполняли водоносы водою, чтобы не бегать на реки в случае осквернения. Не без цели, сказал, по обычаю очищения иудейского, но чтобы кто из неверных не подумал, что в сосудах оставался некоторый осадок винный. Потом, когда влили воду и смешали, образовалось самое слабое вино, показывая, что они никогда не были вместилищими вина. Но неужели не мог он произвести вино из ничего, не наполняя сосуды водою? Конечно, мог. Но величие чудес часто уменьшает их удобоприемлемость. Могла быть и та цель, чтобы служителей, носивших воду в сосуды, иметь свидетелями чуда. Приказывает служителям, чтобы они подали питье для отведания распорядителю пира не без цели, но чтобы кто не подумал, что было собрание пьяниц. Вкус у них испортился, и в состоянии опьянения они приняли воду за вино. Чтобы такое подозрение не имело места, он от отведания предоставляет трезвому распорядителю пира. Ибо те, которым вверяло служение, при подобных случаях, строго воздерживались, чтобы под их распоряжением все происходило чинно и благо прилично. Явно 2,9,10. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Когда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает спира хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Толкование. Господь устроил так, что спрошен не служители, а жених. Господь не просто сотворил из воды вино, но вино прекрасное. Ибо чудеса Христовы таковы, что гораздо превосходнее того, что совершается природой. О том, что вода притворилась в вино, свидетельствуют служители, черпавшие воду. О том, что оно было прекрасное, распорядитель пира. Обо всем этом с течением времени проповедано. И слышащие о всем должны были увериться очень твердо. Под вином ты можешь разуметь евангельское учение, а под водою все предшествовавшее Евангелию, что было очень водянисто и не имело совершенства евангельского учения. Иван Гриотианов, 2 глава, 11 стих. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Толкование. Прежде всего Он не творил другого чуда, которому Он явил славу свою. Иван Гриотианов, 2 глава, 12 по 17 стих. После всего пришел Он в Капернаум, сам и матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продавищем голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом в торговле. Прежде всем ученики Его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. Толкование. Господь приходит в Капернаум не для другого какого дела, как для того, чтобы оставить там мать свою, чтобы не водить ее за собой повсюду. Так как они ходили в Кану на брак, а брак прошел, то Он и возвращает мать в Капернаум, дом ее. Словами приближалась Пасха, и евангелист показывает, что Иисус крестился незадолго до Пасхи. Пришедшим в Иерусалим, Он совершает дело, обнаруживающее полное самовластие. Именно. Выгоняет из храма тех, которые продавали овец и валов. Хотя Матфей в 21 главе с 12 по 13 стих повествует о сем, но знает, что Он сделал себе не однажды. Рассказываемое у Матфея Он совершает близко к страданиям своим, а настоящее у Иоанна. Он совершает началь знамений. Восьму здесь с послаблением сказал, дома отца моего не делайте, дома у торговли. Ибо чудеса только еще начались, и у него не было еще той смелости, какую придавали чудеса. А там, то есть у Матфея, говорит, не делайте вертепом разбойников. Явно назвал их разбойниками, как наживающимися несправедливыми средствами. Ибо кто мало стоящую вещь ценит дорого и при случае извлекает себе выгоду от бедных и вдов. Как обыкновенно делают скупающие необходимые предметы и потом продающие. Что иное дело, как не разбойничают, извлекая себе выгоду из несчастья ближних. Кто показал такую ревность по храме, тот не станет отвергать Бога, Господа храма. И выгнал не просто, но ударяя бичем из веревок и опрокинул столы, и рассыпал монету или деньги минувщиков и решился на дело весьма опасное. А кто подвергает себе опасности за дом Бога, тот допустит отступление от закона Божия не как Бога противник, но без сомнения, как сын, имеющий равную власть с Богом и Отцом, давшим закон о субботе. Посему не сказал. Дом Бога, но дом Отца Моего, показывая, что он как сын имеет власть над всем принадлежащим Отцу. Подобно тогдащим торговцам грешат и много из первосвященников, когда они продают в церкви валов, не отдавая чести отличающимся в учительском слове, но отдавая он на желающимся, но отдавая он на желающим злодействовать, когда продаются овец, простой и обыкновенный народ, голубей – духовные дарования, и когда поставляют на высшую степень тех, которые больше дают, таких Господь выгоняет из святилища, находя их по суду своему недостойными первосвященством. Также, если кто продает крупную и мелкую монету, то есть мнение и слово, и будучи учителем, но не предвидя пользы, не возвещает евангельского слова, то Господь опрокидывает и его стол, то есть звание учителя, и учение, которое он по злобе удерживает, не давая его всем, между тем, как Господь Иисус отрешает такого достойного. Ученики вспомнили, что написано, «ревность подобен, то есть не дает меня». Псалом 68, 10. Немного еще времени возрастают они в добре, а уже припоминают места из Писаний. И в них, находя свидетельства, более и более утверждается в своих познаниях о Христе. Комментарий Игнатия Лапкина. «Жизнь не может продолжаться без питания, но какими соками питается зародыш во чреве матери? Это зависит от того, чем питается она, его мать. Чревоношение плотского человека может закончиться смертью только в результате отравления, отравления от того, что ела мать. В духовном плане происходит то же самое. Если в храме нет живой проповеди, если вся сила деятельности уходит на совершение обрядности, богослужений, и забота священника будет заключаться только в том, чтобы люди как можно чаще исповедовались и причащались, в то время, как эти люди живут во грехах, то духовно роды могут и не произойти, а будет выкидыш. А если родится нечто, то далеко не евангельское дитя. Пророки очень часто советовали обращать внимание на то, чем питаемся. Исайя 28.8 «Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, не чистого места». Блевотиной называется то, что не проходит естественным путем вниз, а извергается верхом, как у пьяного, говорит Иоанн Златоуст. И такого человека, который не строит свою жизнь на Евангелии. Господь уподобляет именно блевотине Откровение 3.16 «Но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Теплоохладностью душа делает себя отвратительной для своего Создателя и ни к чему не годной. И Господь опрокидывает такие столы, очищая храм Божий от всякой нечистоты. Он сам дает средство очищения, всевыметающую проповедь Слова Божия, грозную и обличительную. Иоанна 15.3 «Вы уже очищены через Слово которое я проповедал вам. Горе ждет епископа или священника, если, будучи учителем, но не предвидя пользы, не возвещает евангельского Слова. И слепой народ бредет за иными вождями, не отдавая чести отличающимся в учительском Слове». Апостол Павел в каждом послании и многократно напоминает о своем труде, о благовестии, и что от благовестия и земное пропитание духовного труженика». 1 Коринфянам 9.14 «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Дети Божии, которых ныне нарицают прихожанами, должны хорошо разбираться в роде пищи». Евреям 5.14 «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Где нет живого Слова Божия, где не возвещают евангельского слова, там враг сеет мало по малу и по многу, и будут бунты и революции, там не будут отдавать чести отличающимся в учительском слове». Иоанна 2.18 На это иудеи сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Толкование. Когда иудеи увидели, что Господь делает это с великою властью и говорит, «Дом отца моего не делайте рынком», то говорят, «Увери нас каким-нибудь чудом, что ты сын Бога и что ты им послан». Словом, разрушьте не поощряет их к убийству. Прочь такая мысль, но, зная их намерение совершить сие, намекает на то, что случится безотложно. Нужно знать, что когда храм в первый раз строился при Соломоне, тогда все без нужды исполнено в 20 лет. Впоследствии же, когда евреи после пленения получили позволение строить храм, они начали возобновлять его в царствование Кира. Потом, встретив препятствия со стороны завистников, продолжали постройку до царствования Артаксеркса. При нем же, пользуясь полной безопасностью, с большим трудом могли бы окончить это дело. Когда же говорится, что иудеи во время строения в одной реке держали копье, а в другой строительное орудие, то они были в таком большом страхе от соседственных идумеев, а не от персов, ибо от них, то есть от персов, как я сказал, они пользовались полной безопасностью. А все это постройки, бывшие после плена, говорят, что она продолжалась 46 лет, так как иудеям препятствовали, и потому они протянули ее от царствования Кира до Артоксеркса. И неудивительно, что они поняли слово Иисуса иудеям, равно как и ученики. Для них были два величайших затруднения. Одно то, что дело воскресения очень неудобо понятно. Неудобо понятно. Неудобо понятно. Ну да. Нельзя здесь перейти, да. Тем более, что им вовсе неизвестно другое то, что живущий в теле есть Бог. Псалом 15, 10. Иоанна 2, 23, 25. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не верял в себя им, потому что знал всех и не им им нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанна 3, 1, 2. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Толкование. Сам Иисус не верял себя им и не передавал всего учения, как не истинно верующим, проникая в сердца их. Псалам 93.11 Иеремия 17.10 И зная, что об нем было в них, ибо от него не укрывалось, каков был помысл каждом человеке, по-видимому верующим. Таков почти был и Никодим, верил и он Иисусу и, кажется, говорил иудеям в пользу Господа именно, что нужно судить его по внимательном исследовании Иоанна 7.50-51. Да и после распятия, при погребении он также показал много заботливости и щедрости. Однако же он не веровал, как должно было. Придерживаясь еще слабости иудейской, он приходит к Иисусу ночью из страха от иудеев Иоанна 19.38-39. Он не облегчает его грозным образом, не говорит, зачем ночью приходишь к учителю, посланному от Бога, почему не имеешь смелости. Ничего такого не говорит, но милостиво разговаривает с ним о предметах божественных и высоких. Иоанна 3.3. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие. Толкование. Кажется, слова Господа к Никодиму не имеют ничего общего со словами к нему Никодима, но для внимательного откроется много общего. Так как Никодим имел понятие о Христе уничиженное, и именно, что он учитель, и что с ним Бог, то Господь говорит ему, «Тебе естественно иметь такое понятие обо мне, ибо ты еще не родился свыше, то есть от Бога, рождением духовным, но еще плотян, и познание, какое ты имеешь обо мне, не есть духовное, но душевное и человеческое. А я говорю тебе, что и ты, и всякий другой будете вне царствия, если не родите свыше и от Бога, и не получите должного обо мне понятия». Ибо рождение через крещение, внося в душу свет, дает ей возможность видеть или познавать царствие Божие, то есть единородного его сына, ибо сын может быть назван как премудростью Божию, так и царством Божиим. Иоанна 3, 4, 5. Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Толкование. Имени Царства Небесного иудеи никогда не слышали. Человек, состоя из двух частей, из души и тела, имеет и образ рождения двучастный. Вода видимо принимаемая действует к очищению тела, а дух невидимо соединяющийся к возрождению невидимой души. Если ты спрашиваешь, как вода может родить, то и я спрошу, как семя, которое само водообразно может образоваться в человека? Посему, как над семенем телесным все совершает благодать Божия, так и при крещении предлежит вода. Но все совершает дух и молитвенное призывание, а особенно присутствие Бога. Ибо в воде сей совершаются знаки и образ погребения и воскресения. Три погружения знак тридневного погребения. Потом человек воскресает, выныряет, как Господь, нося светлую и чистую одежду в нетление, а тление погрузи в воде. Иоанна 3, 6, 8. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденная духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Толкование. Дух говорит дышит, где хочет, и голос его слышишь, однако же не знаешь его направления, потому что он неудержим и беспрепятственен и по силе природы имеет стремление во все стороны. Если говорит дышит, где хочет, то не потому, будто ветер имеет способность свободного выбора и желания, но потому, что хочет, как я сказал, указать на естественное его движение и неудержимую силу. Если же не знаешь, где и как дышит ветер, сей дух, подлежащий чувству, то как хочешь уразумить возрождение от духа Божия, если сей дух не может быть задержан, то тем более не подчиниться законам природы благодать духа святого. Иоанна 3, 9, 12. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истина, истина, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельствам нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Толкование. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, то есть, если я сказал вам о возрождении, совершающемся в крещении, и вы не приняли, но спросили, как? Итак, если я сказал о всем земном рождении, и нашел вас неверующими, то как вы поверите, если услышите о неизреченном рождении небесном, каким единородный сын родился от отца? Некоторые же подземным разумели пример ветра. Иоанна 3,13 Никто не восходил на небо, как только исшедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах. Толкование. Не считай меня за пророка, сущего от земли, посланного Богом учить, но считай меня сшедшим свыше, как Сына, а не от земли сущим. Никто из пророков не восходил на небо, а только я один имею возойти, как и не сшел. Так и здесь говорится, что с неба сшел Сын человеческий, потому что Он одно лицо и одна ипостась. Потом, чтобы ты, услышав сшедший, не подумал, что сшедший уже не находится на небе, говорит, сущий на небесах. И так услышав, что сшел, не подумай, что я не нахожусь там, но я и здесь присутствую телесно, и там восседайся отцом по божеству. Иоанна 3, 14, 15. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, толкование. Сказав прежде о возрождении через крещение, говорит потом уже и о благодеянии, совершенном для нас через крест. Ибо крест и смерть причина благодати, подаваемой нам через крещение, так как при крещении изображаем смерть Господню. Там подобие змия, имеющего вид змия, но не имеющая яда. Так и здесь Господь от яда греха, пришедший подобие плоти греха, то есть подобие плоти, подлежащей греху, но сам не есть плоть греха. Тогда взирающие избегали телесной смерти, а мы избегаем духовной. Тогда повешенный исцелял от ужаления змей, а ныне Христос исцеляет язвы от дракона мысленного. Вознестись, понимая так, быть прославленным, ибо крест стал поистине высотою и славой Христа. В чем он оказался осужденным, тем осудил князя мира сего. Объясню несколько. Адам умер по справедливости, потому что согрешил. Господь умер не по долгу справедливости, потому что не согрешил. До распятия Господа смерть справедливо властвовала над людьми. А как Господь оказался безгрешным, то дьявол что мог найти в нем заслуживающего смерти? А как он был умервшлен несправедливо, то победил умертвившего его, и таким образом освободил и Адама от смерти, справедливо причинено ему, как согрешившему. Иоанна 3, 16, 17 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Толкование Любовь Бога к миру велика, и до того простерлась, что Он отдал ни ангела, ни пророка, но Сына Своего и притом Единородного 1 Иоанна 4, 9 велико и недомыслимо для человека то, что всякий верующий в Него получил два блага. Одно, чтобы не погиб, другое, чтобы имел жизнь, и притом вечную. Так как два пришествия Христовы, одно уже бывшее, а другое будущее, то о первом пришествии говорит, что Сын не послан, чтобы судить мир, потому что если бы Он для сего пришел, то все были бы осуждены, так как все согрешили, как и Павел говорит в Римлянам 3, 23, но преимущественно для того пришел, чтобы спасти мир, а второе пришествие будет решительно для того, чтобы судить всех и воздать каждому по делам его. Иоанна 3, 18, 21 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Толкование. Что значит верующий в Сына не судится? Неужели не судится, если жизнь его нечиста? Весьма судится. Титу 1, 16 Они знают Бога, делами же отрекаются его, Впрочем, здесь говорит о том, что не судится по тому самому, что уверовал. Хотя в злых делах отдаст самый строгий отчет, но за неверие не наказывается, потому что за один раз уверовал, а неверующий уже осужден. Во-первых, потому что из самой неверии есть осуждение, ибо быть вне света одно только это величайшее наказание. Потом, хотя здесь не отдается еще в гиену, но здесь соединил все, что доводит до будущего наказания. Подобно тому, как и убийца, хотя бы не был приговорен к наказанию приговором судьи, осужден сущностью дела. И Адам умер в тот же день, в который вкусил от запрещенного дерева, хотя он был жив, но по приговору и по существу дело был мертв, и так всякий неверующий уже здесь осужден, как несомненно подлежащий наказанию и не имеющий прийти на суд по сказанному «Не воскреснут нечестивые на суд». Солом 1.5 Ибо от нечестивых не потребуется отчет, как и от дьявола. Они воскреснут не на суд, а на осуждение. Так и в Евангелии Господь говорит, что князь мира из его уже осужден. Евангелие Таана 16.11 Как потому, что сам не уверовал, так и потому, что Иуду сделал предателем и проще приготовил погибель. Если же в притчах Матфея 23.14.32 Лука 19.11.29 Господь вводит и подлежащих наказанию дающими отчет, то не удивляйся, во-первых, потому что говоримое есть притча, а говоримое в притчах не нужно принимать все, как законы и правила, ибо в день тот каждый, имея непогрешимого судью в совести, не потребует другого обличения, но пойдет связанным сам от себя. Во-вторых, потому что Господь вводит дающими отчет не неверующих, а верующих, но не сострадательных и немилостивых. Мы же говорим о нечестивых и неверующих, а иное нечестивые и неверующие, и иное немилосердные и грешные. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир. Здесь неверующих показывает лишенными всякого оправдания. Если бы свет не пришел, то люди могли бы сослаться на незнание добра. А когда Бог Слово пришел и предал свои учения, чтобы просветить их, и они не приняли, тогда они уже лишились всякого оправдания. Так как христианство требует не только правого образа мыслей, но и жизни честной, а они пожелали валяться в грязи греха, то посему делающие худые дела не пожелали идти к свету христианства и подчиниться моим законам. А поступающий по правде, то есть ведущий жизнь честную и богоугодную, стремится к христианству как к свету, чтобы еще более преуспеть в добре, и дабы явны были дела его по Боге. Ибо таковой правильной веры и проводя честную жизнь светит всем людям, и Бог прославляется в нем. Посему причиной неверия язычника была нечистота их жизни. Быть может, скажет иной, что же, разве нет христиан порочных и язычников одобрительных по жизни? Что есть христиане порочные, я и сам это скажу. Но чтобы нашлись язычники добрые, не могу сказать решительно. Некоторые могут найтись от природы кроткими и добрыми, но это не добродетель, а добрым от подвига и упражнения в добре. Никто если некоторые казались добрыми, то все делали из-за славы, делающей же для славы, а не для самого добра, с охотой предастся злому пожеланию, когда найдет к этому случай. Ибо если у вас и угроза гиенна, и всякое иное попечение, и примеры бесчисленных святых едва удерживают людей в добродетели, то бредни и гнусности язычников тем менее удержат их в добре. Великое то, если не сделают их совершенно злыми. все, надо пересчитать еще раз.